Во-первых, избегайте легкомысленных фраз. Другими словами, плохих фразочек из пикапа. Например, «Твоя мама что, бобер?» Потому что, блин, если бы ты был трансформером, ты был бы Оптимусом Праймом. Я рад, что у меня с собой читательский билет, потому что я хочу тебя проверить. Эти пикаперские фразы звучат ужасно, и я привожу их здесь, чтобы подчеркнуть их неуместность. Парни, если вы хотите начать разговор с красивой женщиной, просто проявите честность. Я увидел тебя с другого конца комнаты и понял, что просто обязан с тобой познакомиться. Просто, искренне, и главное, это работает, потому что вы показываете себя уверенным человеком, следовательно, вы выглядите более привлекательно. Поговорим о лайфхаках, как выглядеть привлекательнее. Следующий лайфхак – используйте свое чувство юмора. Обычно, если вы встречаетесь с кем-то в первый раз, большинство людей будут очень осторожны с юмором. Они не хотят задеть других. Но если у вас хорошее чувство юмора, не бойтесь пустить его в ход. Знаете, у меня есть такая фишка, когда я встречаюсь с кем-то в первый раз, я предполагаю, что мне уже удалось понравиться этим людям, поэтому я отношусь к ним как к кому-то, кого я уже хорошо знаю. Поэтому я шучу с этими людьми. Я общаюсь с ними, как с друзьями. Вы становитесь ближе к этому человеку, чем если бы вы пытались вести себя сдержанно. Далее, искренне улыбайтесь. Я имею в виду настоящую улыбку, которая исходит изнутри, когда вы улыбаетесь всем лицом, а не только губами. Есть специальный термин для такой улыбки. Он звучит как «смайз» – улыбка глазами. Большивая улыбка кажется натянутой, потому что вы улыбаетесь только ртом, тогда как в искренней улыбке задействуется все лицо. Мы видим мелкие морщинки вокруг глаз, и можем определить, что улыбка неподдельна. Но что делать, если вы не особо улыбчивый парень? Что если, когда вы улыбаетесь себе в зеркало, ваша улыбка выглядит вымученной и неестественной? Что ж, мой совет – практикуйтесь. Лично я, чтобы улыбаться естественно, просто начинаю думать о чем-то радостном и приятном. Я начинаю думать о детях, о жене, о всех прекрасных вещах в моей жизни. И вдруг, бум, я начинаю по-настоящему искренне улыбаться. Далее, носите одежду, выбирайте рубашку или свитер, которые подчеркивают достоинства вашей фигуры, подчеркивают ширину плеч, которые идут вашему цвету лица. Итак, вначале займемся V-образным вырезом. Вы можете носить рубашки с V-образным вырезом, свитера с V-образным вырезом. Они выглядят великолепно. Вообще, все, что имеет V-образный вырез, подчеркивает вашу широкую грудь. V-образный вырез, как стрелка, указывает на грудь. И если у вас хорошее телосложение, такая одежда будет подчеркивать ее. Старайтесь подбирать себе подходящую одежду. Даже повседневная рубашка, что мы можем увидеть, если мы не надеваем галстук? Прямо спереди мы видим букву V, то есть V-образный вырез. Говоря об обрамлении лица, важно выбирать хороший воротник. Если вы выбираете воротник, который прикрывает вашу шею, будто рубашка пола или обычная рубашка на пуговицах, вы можете заметить, что вам хорошо удается обрамить лицо. Зачем это нужно? Вы грамотно расставляете акцент и создаете зрительно более выигрышный образ. Из-за этого общаясь, люди будут обращать внимание на ваше лицо. Далее пользуйтесь парфюмом. Но не любым парфюмом, не любым ароматом, а тем, благодаря которому вы чувствуете себя на миллион баксов. Вы должны найти такой для себя. Очень многие парни не доверяют себе, они полагаются на своего партнера, на девушку, которая сможет помочь им выбрать парфюм для себя. Попробуйте нанести аромат на себя, и вы поймете, ваш это аромат или нет. Вы должны доверять своей интуиции. Аромат может быть просто свежим, таким, который нравится большинству. Или же аромат может быть более эксклюзивным, он может выделять вас со столпы. Чтобы вы не выбрали, тренируйтесь в ношении этого парфюма. Связь между парфюмами и уверенностью в себе реальна. В одном исследовании в 2009 году женщины наблюдали за двумя разными группами парней по видео. В одной группе парни какое-то время не принимали душ, они осознавали, что их тела не слишком приятно пахнут. В другой группе парни принимали душ и пахли прекрасно. И вот в чем штука, да, мы заметили, что парни, которые не принимали душ, вели себя как-то не так на видео, хотя они и не могли чувствовать никакого запаха. Уверенность и оценки у них были гораздо ниже, чем у другой группы. Поэтому даже если вы ведете чат в Zoom, обязательно примите душ и наденьте аромат, благодаря которому вы чувствуете себя уверенно. А если вам понравилось сегодняшнее видео, сделайте мне одолжение, поставьте этому видео лайк. Если вы это сделаете, больше мужчин посмотрит это видео, и мне приятно думать, что таким образом вероятность того, что парни будут носить носки с сандалями, снизится. Следующий лайфхак – чаще носите галстук. На официальное мероприятие вы носите шелковые галстуки. Понятное дело, с костюмами они необходимы, но что насчет обычных дней? Вы смело можете надевать вязаные галстуки, может быть, шерстяные, что-то более повседневное. Такие вещи требуют немного больше проработки, нужно понять, что с чем лучше сочетается. Но уверенность, которую вы будете при этом излучать, дорогого стоит. Люди вокруг одеваются как попало, как разгильдяи, и они могут вас спрашивать «Эй, для чего это ты так наряжаешься?» Вы можете им ответить «Я просто хочу выглядеть лучше для вас. Я хочу чувствовать себя на высоте». Следующий лайфхак – не стоит недооценивать важность того, как сидит рубашка. Многие парни недооценивают резинки, соединяющие носки с рубашкой, потому что думают, что эти аксессуары выглядят странно. Они думают, что они неудобные. Но фишка в том, что окружающие увидят только ваши брюки, и резинки никому не видны. Окружающие заметят только то, что ваша рубашка отлично выглядит в течение всего дня. Благодаря этому рубашка не будет выбиваться из брюки, это благотворно скажется на вашем внешнем виде. А вместо резинок можно научиться правильно заправлять рубашку. Выточки решат многие ваши проблемы. Чтобы правильно заправить рубашку в брюки, нужно просто сложить материал по бокам, затем большими пальцами заправить рубашку с двух сторон, вот так, хоп, и дело в шляпе. Получается гораздо лучше, чем если просто пытаться наугад заправить рубашку в брюки без всякого порядка. И давайте не будем забывать о важности предплечий. Если вы носите рубашки с длинным рукавом, то вам нужно знать, как правильно закатывать рукава. Вот так выглядит правильно закатанный рукав. Все просто. Посмотрите, как работает техника закатывания рукавов. Мне очень нравится то, что такие рукава очень легко опустить. Мы же закатываем рукава, чтобы похвастаться предплечьями. Такая техника подойдет вам, если вы хорошо сложенный парень. Если же у вас немного более массивное телосложение, то это выглядит лучше, чем рубашка с коротким рукавом. Что ж, какое видео мне порекомендовать для вас следующим? Как насчет семи фишек стиля, который мгновенно выводит ваш стиль на другой уровень? Что конкретно я имею в виду? Просто кликайте по этому видео, ребята, и вы узнаете. Да-да, я собираюсь показывать вам эту картинку, пока вы не кликните по этому видео. Вы не пожалеете.